Пятый канал представляет Ну, ты же знаешь, что я тебя люблю. А? Ну, вот. Ну, вот и все. Ладно, Леш, хорошо. Ты же знаешь, я тоже тебя люблю. Выйдешь кофе? Не, не хочу. Я тогда быстро зайду, да? Иди. Я пока новости почитаю. Ой. Невозможно. Ужас какой-то. Держите. Как я понимаю, момента убийства вы не видели. Нет. Я была в магазине. Взяла кофе, вышла. А Леша уже лежала. Кровь. Так страшно. Юрьич, ну, что скажешь? Ну, могу сказать, что удар был нанесен с большой силой. Юрьич, все детали после вскрытия. Ну, я предполагаю, что был поврежден вагус. Чего? Это, Тимур, блуждающий нерв. Я все равно не понял. Тимур, у Юрьича платная консультация. Да ладно, я добрый сегодня. Тимур, вагус – это блуждающий нерв. Это как интернет в организме. Он дает информацию в мозг о всех проблемах в твоем теле. Получил информацию в мозг? Пошел ты. Так вот, поврежден вагус и сонная артерия. А это мгновенная смерть. Шансов у него не было никаких. А нож-то не боевой? Получается, действовал дилетант или же маскировался? Тимур, большинство убийств в городе происходит с помощью кухонных ножей. Лидия, давайте отойдем. Вам не нужно на это смотреть. Нет, я не уйду от Леши. Смотрю. Последний раз. Дим, ну тут явно не бытовая разборка, правильно? Ни денег, ни документов не взято. Получается, преступник шел на убийство осознанных? Не шел, а ехал. Юрий, что по следам? Следы колес велосипеда я снял. А толку-то? Этих велосипедов в городе тысячи. Если б на них были номера как на автомобиле. Да, но здесь камер много. Может быть, получится вычислить его маршрут. Ладно, пусть займется. Лидия, вашего мужа сейчас заберут в морг, а вам придется проехать со мной в отдел для дачи показаний. Да, конечно, я поеду с вами. Ой, здравствуйте, Ольга Константиновна. Как хорошо, что я вас встретила. Я же к вам иду. Уже звонить не стала. Думаю, уроки у вас неудобно. Что-то случилось с Галиной Михайловной? Ой, дорогая моя, случилось. Да у меня уже целый месяц, как случается. Как эта Маша поселилась надо мной, так никакой жизни не стала. Уже и участковый приходил. Говорит, ничего не могу поделать. До двадцати трех, говорит, имеет право. Шумят. Да музыка, вопли, грохот. Я же старый человек, пенсионерка. Поговорите вы с мужем, с Андреем. Может быть, он что-то посоветует. Но я к этой Маше уже сто раз поднималась, а она мне говорит, у меня все по закону. И участковый мне то же самое говорит. Ну, как мне? Галина Михайловна, дорогая моя, все будет хорошо. Я обязательно поговорю с Андреем. Не волнуйтесь. Поговорите, поговорите. Спасибо вам. Момент убийства Назарова попал на камеру. Ну, дальше? Что по камерам на ближайших улицах? А дальше все, Павел Ильич. Велосипедист свернул во двор, из него несколько выходов. Плюс переходы в другие дворы. Все. Камеры на ближайших улицах велосипедиста не зафиксировали. Так, может, бросил где-нибудь велосипед, переоделся. А может, рядом живет. А вообще, может, ты и знакомый. Наши еще там. Никуда от велосипедист свернул. Володь, дай ему ориентировку. Уже скинул координаты. Тимур с участковым пошли по дворам. А Дима едет вместе с женой убитого к нам в отдел. С Лидой Назаровой. Да! Ты поаккуратней! Это самое! Что случилось? Ничего не случилось. Вот. Коробку нашел. Но она липовая. Наспех сделанная. А у вас все плащ. Ну, тоже какой-то он нестандартный. Не курьерский. Ну-ка, это все у нас старший лейтенант получается. Не курьер-то был. Вопрос, где он велосипед оставил. Если здесь оставил, то местные бомжи уже подобрали. Поищем. Ты поищи, потому что это важная улика. Лидия Сергеевна, как вы себя чувствуете? Вы можете давать показания? Или вам нужно прийти в себя? Может, вам нужна помощь нашего психолога? Спасибо. Я... Психолог мне не нужен. Я могу говорить. Я понимаю, как важно для следствия время. И чем быстрее этим... Лидия Сергеевна, вы были замужем с Алексеем Назаровым 7 лет. Вы наверняка знаете знакомых, друзей, были в курсе его проблем. Вспомните, не было ли в последнее время серьезных ссор, финансовых затруднений? У Леши на работе вообще всегда были разные сложности. Ну, вы, наверное, уже в курсе. Он владеет, владел небольшим баром. И в барах вообще часто такое происходит. А конкретней? Я не знаю. Это, наверное, просто мелочь, обычная рутина. Ничего криминального никогда не было точно. Да, Леша, он вообще всегда был нервный, но он хороший. Маме моей дачу купил. Нежадный был. И даже брату моему денег иногда давал. А брат ваш Василий Ромин, так? Да. Он у нас такой, знаете, творческий человек. Все время пытается как-то пробиться. Песни пишет, стихи. А кем работает брат? Последние два месяца курьеру. Скажите, а какие отношения были у брата с вашим мужем? Вы только не подумайте, он не мог Лешу убить. Так надо этого творческого курьера допросить. А, так телефон-то не отвечает. Так домой езжайте, там пообщаетесь. Творческий, понимаешь ли. Побирался у мужа сестры. Знаем мы этих творческих, нестабильный контингент. Ну, допустим, он снова просил у Назарова денег. Тот послал его, нахамил, нагрубил, ну и понеслось. Да, вполне может быть. Да, еще информация. Значит, убитый Алексей Назаров часто общался с Ливановым Константин Андреевичем. Что за персонаж? Дважды был под судом, оба раза оправдан. Какая статья? 111-я. Умышленное наносение. Ну, короче, ну, драки у него, в общем, драки. Берем разработку. Что еще? Да. И еще. Значит, жена убитого, Лида Назарова, постоянно, ну, практически каждый день созванивалась с их соседом, Плотниковым Сергеем Николаевичем. О, с соседом. Может быть, как в том анекдоте? Надо соседа тоже тряхануть. Съезжай к нему. Так, ну, а мы-то что? Погнали? Угу. А, кстати, вопрос. Откуда убийца мог знать, что Назаров будет в конкретное время у конкретного магазина? Ну, что мы его в засаде должны ждать, если он на телефон не отвечает. Ну, а я что сделаю? Кусь сказал, что он уедет в сторону дома. Да вон он. Здравствуйте. Василий Ромин? Капитан Бубнов. Петровского, да? Да, мне Лида звонила. Я уже все знаю, да. На незнакомые номера я не отвечаю. Извините, реклама замучила. А так, я готов ответить на все ваши вопросы. Вот и отлично, потому что они у нас есть. Скажите, где вы были сегодня днем? Так, работал. Заказы развозил. А если что, все адреса, номера, все хранится в базе. Там у нас строго с этим. Ага, так, а вот форму там и все остальное вы в фирме оставляете? Ну, конечно, да. Слушайте, я не убивал Назарова, если вы об этом. Мне Лида сказала, что убийца, он на велике, курьер. Ну, это не я. Если хотите, все можете проверить. Ладно, давайте поговорим по поводу Назарова. Вы у него деньги часто брали? Ну, пару раз было, да. Там кредитка просто. Это кончилось. И гонорар как-то не пришел. Ну, гонорар-то маленький. Если бы не эти два случая, не, не, ни разу в жизни бы к нему не обратился. А что ж так? Родственники все-таки? Ну, родственники покойных, конечно, так не говорят. Но мне этот родственничек вообще не сдался. М-м-м, я так понимаю, вы были с ним плохих отношений. Да никаких и не было с ним отношений. Человек, он просто плохой. Ну, понторест, жлоб. И, ну, одевался неплохо. А так думает, что мир для него крутится. Вот интересно. А ваша сестра совсем другое рассказывает. Говорит, любила его. Интересная история. Так любовь, зла, полюбишь и Назарова. Вот он. Сережа! Сергей! Здравствуйте. Здравствуйте. Капитан Красавченко, Петровская, РУВД. Я с вами хотел поговорить насчет Алексея Назарова. Пожалуйста, я в курсе ситуации. Да, я звонила Сергею. Лидия, а можно мы поговорим наедине, если вы не против? Да, конечно. Спасибо. Сергей, простите, а у вас с Лидией какие отношения? Соседские, мы приятельствуем. Ну, хорошо. Так что насчет Алексея Назарова? Вы замечали, может быть, какие-нибудь подозрительные люди к нему приходили? Друзья, знакомые? Да нет, в общем, шли они нормально. И таких особо криминальных знакомых я не замечал. Разве что один. Иванов. Я помню, его посадить хотели. И так Алексей как-то хотел ему помочь, адвоката искал. Ну так, все, ничего необычного не видел. Так, есть. Телефон Ливанова дает сигнал. Он сейчас находится в баре. Подождите, так этот бар принадлежит убитому. Барль, что ли? Ну да. Ну, наконец-то. Так, а почему вы этот барль еще не проверили? Так он закрыт был. Димка же проверял. Ну, правильно, сейчас открылся. Я поехал? Так, а... Антоша закончит. Бардак. Да, Оля. Нет, Олечка, я просто на работе, поэтому так строго. Нет, Олечка, время есть. Слушаю тебя. Так, ну, хорошо. Ты мне адрес, пожалуйста, эсэмэсочки скини. Ага. Ну все, целую. До вечера. Володя, значит, у меня к тебе личная просьба. Съездишь по одному адресу. А что там? Ну, знакомая жены попросила узнать, что происходит в одной квартире. Ну и попросить, чтобы там не шумели. Как раз по твоему профилю. Молодежь, музыканты. В общем, найдешь с ними общий язык. И проведешь профилактическую беседу. Одетый курьером неизвестный убивает бизнесмена Алексея Назарова. Бубнов находит во дворе брошенную одежду курьера и фирменную коробку. Все оказывается самодельным. В круг подозреваемых попадает знакомый Назарова – Ливанов. О, приятель, пойдем пообщаемся. Не, мужик, ты кто такой? Ты что, ехала, болела, что ли? Что делаешь? Ну, ну, мужик, ты что? Ну, вставай ты, уродненький. Давай, пойдем пообщаемся. Девушку на кнопочку не нажимаем. Своей, полиция. Хорошо? Пойдем, пойдем. Здравствуйте. Здрасте, я Маша. Вам кого? Я из полиции. Владимир Кузьмин, лейтенант. По какому вопросу? По вопросу тишины. Вы не имеете права вламываться в квартиру. Игорь, я права? Да. Так я и не вламываюсь. Мы знаем законы. А вот вы превышаете свои полномочия. Я ничего не превышаю. Вот не надо сейчас только вешать лапшу. Маш, иди в комнату, я разберусь. Я ничего не вешаю, я... Да мы все понимаем, мы не дураки. Просто соседям не нравится, что мы играем. И поем. До 23-х мы имеем право. А потом количество децибел я замерял в пределах нормы. Так что будут вопросы, вызывай повесткой. Все, не болей и не кашляй. Ну что, нашли велик, да? Говорите, у помойки преступник оставил? А, продать хотели? Конечно. Не самому же ему кататься. Я его прямо в магазина взял. Хотел наводку поменять. Вот вам, старший лейтенант, за оперативность, благодарность. Да, Тимур, осторожно. Че? Ну че, че? Отпечатки сотрешь. Да какие отпечатки? Только если вот этого. Так что, ладно, я поехал в отдел, встретимся там. Что, повестку так быстро нарисовал? Нет, нет, я не по этому поводу. Я просто сейчас послушал вашу песню. Ну, извините, мне очень понравилось, но вот ты там остаешься в семиноре. А там можно перейти в ре-мажоры, будет гораздо красивее и будет удобнее петь. Можно я просто покажу? Ну, проходите. Спасибо. Ого! А вы что, музыкант? Ну, так, немного. Ну, в музыкальной школе занимался и так играю. Я попробую? Ну, попробую и те. Ага. О! Круто. Сейчас просто покажу. Ты остаешься в семиноре. А тут можно перейти в ре-мажор. И получится вот так. Истекает в стекла осень, бьет по фонарям. Нас не спросит эта осень, где мы, ты и я. Ветер свищет, сердце ищет родственной души. Обесточен, обезличен я. Спеши. Спеши. Уап-пам-пирам-пай. 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 Спеши. Ну, вот как-то так. Да, спасибо. А вы где играете? На улице. А, здорово. Ну, может, все-таки давайте потише. Правда, люди вокруг. А громко на улице. Да? Хорошо, попробуем. Ну, отлично. Ну, ладно, я тогда пойду. Заходите еще. С удовольствием. Все, пока. Пока, 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 пока. Да, да, конечно. Что-то на него запало. А что? Ничего. Да нет, ну, искать владельца велосипеда в нашем городе, это проще иголку с тоги сена. Это понятно. Что по экспертизе? Ну, отпечатки пальцев на руле есть. Вот. Твои, Тимур, твои. Да, Тимур, так использовать вещдок, это, конечно, за гранью. На руле отпечатков преступника не было? Не было. И раму убийца тщательно протер. Ну? Ну, там, правда, есть один старый, но читаемый отпечаток на переключателе скоростей. Так, окей. Ну, не твой, естественно. Ты по базам пробил? Пробил, нет его в наших базах. Ну, так к чему это все рассказываешь? Вы сам велосипед же видели? Да. Рама старая, убитая. А навесное оборудование профессионального уровня. Прям топ. Ну, так что, старался, чтобы в ответственный момент велик не подвел? Ну, да. Погоди, ты к чему это сейчас? Я к тому, что, во-первых, оборудование профессионального уровня. Во-вторых, оно настроено идеально. Либо он сам в этом очень круто шарит, либо обращался за помощью к какому-то мастеру, который это все сделал. Ну, так ты искал этих мастеров? Нет, еще. Так и почему? Володь, ты чем ночью занимался? А ты еще помолчи. Давай, работай. Давай, давай. Обалдеть. Паша. Гражданин Ливанов. Просыпайся. Не выспались? Выспался. Так, башком болит. Ну, как вы? Говорить можете? Да иди, уйдишки, а. Борис, не сбегаешь? Так, Паша. Ну, я шучу, Борис, ты чего? Значит, отставить. Шутки в сторону. Прости, братан, водички не будет. Чего мы поговорить хотели? Слушай, а давай я ее об убийстве, а? Ну, в каком убийстве. Не помню я ничего, мы же просто в бар приехали, там выпивали с друзьями. Вчера днем был убит Алексей Назаров, владелец бара. Леху убили? Я так и знал. Что знал? Какие предположения? Кто мог сделать? Да есть у меня предположения, кто это мог сделать. Ну, в этом же баре были, бар или что ли? Там этот дед к нам приставать начал, типа, не кричите, не шумите. Мы его послали. Когда на улицу вышли, он к нам цепляться начал. А мы что, пьяные были, помяли его немножко. Ну, а дальше что, меня в ментов? Полицию меня забрали. Ну, и все, там уже не отмажешься, дело завели. Леха потом этого деда нашел, как его, родина. Ну, и дал ему денег, чтобы тот заявление забрал. Он согласился, так и разошлись. Слушай, ну реально, смотри, ну что тебе лучше будет, если меня посадят? Ну, давай я тебе денег дам. Ну, виноват я перед тобой, ну, башку сорвало. Ну, возьми ты деньги. Ну, что они у тебя лишние, а? Ну? Вы что считаете? Все можно продать за деньги? И честь? Так? Да никто так не считает. Ну, действительно, извините нас. Возьмите деньги, заберите заявление, разойдемся, ну. Вот что я скажу. Таких, как ты, надо давить. И всех вас надо давить. Отец, не вздумай брать у них никаких денег. Пусть идут под суд. Что ты разорался? Мы не с тобой вообще разговариваем. А давай со мной. А давай со мной. Давай со мной. Успокойся, Максим. Слушай, ну возьми ты деньги. Ну, реально, виноват я перед тобой. Держи. Аванс. Компенсация. А? Отец, нам их наказать надо, а не подачки эти проси с них. Тише, тише. Максим, не кричи. Деньги нам нужны. Они не нужны, если ты отказываешься. Я старый человек. А для них самое страшное, это потерять деньги. Да, да, действительно. Тут тем более всего лишь половина. Заберете заявление, мы вам второе отдадим. Да за кого вы меня принимаете? Я даже таких, как вы, не обманываю. Если решили, значит заберу. Все, пойдем, Максим, пойдем. Что за семейка? Сейчас, пап, иди, я отгоню. Значит так, твари. Я вас запомнил, и вы так просто не отделаетесь. Я лично буду с вами разбираться, понятно? А то, что вас не посадят, это очень даже хорошо. Иначе я вас не достал бы. Ждите. Гады. Да он это, больше некому. Ну, сумасшедший это. То ли он десантник, или что-то такое. Ладно, разберемся. Вчерашний день в деталях можете описать? А что там описывать? Ну, приехал в офис на работу. Там под вечер уже пить начали. Ну, просто сделку удачную заключили. В бар поехал, там продолжил. Вы, главное, этого десантника найдите. Он бы еще тогда на нас кинулся. Просто отец рядом стоял. Так точно. Найдем, гражданин Ливанов, найдем. Ну, а вы пока под подпиской о невыезде. Побудете. Тух, ты в одном предложении четыре ошибки сделал. Ну, и что? Суть-то не меняется. А, да я перепишу, перепишу. Ну что, Володя, нашел данные по родину и его сыну. Да, да, все пробил. Дело же было заведено, так что вся информация по ним есть. Вот, пожалуйста, отец Родин Валерий Сергеевич, 66 лет, адрес имеется. Проживает вместе с сыном, Максим Валерьевич Родин, 37 лет, есть его телефон. Давай-ка, Дима, набирай этому Максиму. Ну что, надо ехать и брать. Нет, нет, набирай, набирай, позвони. Посмотрим, как он отреагирует на предложение встречи. Алло, Максим Валерьевич? Добрый день, капитан Красавченко беспокоит. Да-да-да, из полиции. Мы хотели бы встретиться. Куда пошел? Как? А, даже так? Вот как он отреагировал. Ну и что он тебе сказал? Таких слов даже я не знаю. Дима, что он тебе ответил? Нет, я не буду это повторять. Да какая разница, что он ответил? Надо ехать и брать. Ну, координаты есть? А, да, разумеется. Так, он возле своего дома. Давай, Тимур, Антон, езжайте. Координаты сбросишь? Да. И поосторожнее там с этим контуженным. Гражданин Родин? Здравствуйте. Капитан Бубнов. Старший лейтенант Ветров. А, явились, да? В каком это смысле? В прямом. Явились, откуда не ждали. Я что-то ничего не понял, ну ладно. Где ваш сын? А зачем вам мой сын понадобился? Ну, вообще-то мы здесь вопросы задаем. Так где Максим-то? А он уехал. Его нет. Давно? Давно. Сел на велосипед и уехал. А что тут противозаконного? Чего он такой борзый, а? А, фиг его знает. Да потому что у вас все куплено и все продано. Вас честных людей не осталось. Что-то еще, а? Слышь? Так тихо, тихо, тихо. Спокойно. Спокойно. Я сейчас конкретный вопрос задаю. Так куда уехал ваш сын? А я почем знаю. Он тренер, велосипедист, спортсмен. Убит бизнесмен Алексей Назаров. Велосипед, на котором передвигался убийца, найден участковым. Приятель Назарова, Ливанов, имеет алиби. Еще один подозреваемый, Максим Родин, имеет мотив. Месть за отца, которого Назаров недавно избил. Максим Родин скрывается. Телефон Максима Родина выключен, сигнала нет. Так, ну если он уехал на велосипеде, надо же его по камере проследить. От дома? Ну, я вот как раз полчаса этим занимаюсь уже, Андрей Порисович. Ты не умничай. Так, вот, есть, вот он выходит из подъезда. Смотрите. Так, а дальше ты его можешь отследить? Ну, это зависит от того, в какую сторону он поедет. Если в лес, то по дрова. А что ему там в лесу делать? Землянке, что ли, прятаться? Если он спортсмен, то он запросто мог на ходу ударить ножом, а потом скрыться быстро. Да, Олечка, что случилось? Нет, не забыл. Да, сейчас напомню. Ну все, скамер пропал. Давай карту открывай. Я понял тебя. Целую. Ну вот, Володя, квартира эта, куда я тебя отправлял? А что там? Не по потам. Бардак там. Грохот постоянный. Значит так. Так, Паша. Я съезжу вечером. Все сделаю. Вот, как говорится, слушай жену, но только одну. А мне кого слушать? А тебе начальника. Ныряй в компьютер. Давай, ну жми, жми. Ну жму, что я? Вон он! О, вижу! Стой! Стой, полиция! Стой, стрелять буду! Ушел! Все он тут все тропинки знает, что ли, а? Так быстро влетел. Может, и знает. Может, там дорога какая есть, а? Знает, не знает. Звони Кузе давай. Там лесополоса, она узкая. А параллельно сразу за ней идет дорога, и там есть пост ГИБДД. Сейчас я подключусь к их камерам. Но по поводу лесополосы, там выход из леса только в одну сторону, потому что по бокам болото, так что он никуда не денется. Вот, давай, ориентируй Тимура. Ага. Скажи, а что там с этими мастерами велосипедными? А, да, есть кое-что. Давай сначала Гонечка поймаем. Согласен, Тимур звонит. Да, Тимур? Кузя, слушай, ты можешь этого гада отследить, а? Значит, смотри. Давай, давай, погнали. Можно? Да. Ага, можно. Загнали все-таки. А как же? А ты спортсмен. Не устал? Ну, есть немного. Ага. Ничего, сейчас на нашей машинке прокатишься. Так. Ну что, Максим? Максим Владимирович, проедем-ка на машине. Валерич. Давай, Валерич. Да какая разница? Валерич, Валерич, поехали, поехали. Поехали. Слушайте, ну я же предупреждал, мы же обо всем договорились, не шуметь больше. Мы ни о чем не договаривались. Вы опять начинайте свое дуду. Потише, помягче. Ну не можем мы потише, у нас такая музыка. Да можно, Игорь, можно. Если хочешь, я могу тебе показать. Не надо. Сейчас время 11 часов вечера. По вашим законам нам сейчас нельзя играть. Во-первых, эти законы точно такие же мои, как и твои. А во-вторых, если хотите чему-то научиться... Нам не нужны учителя, мы и сами все знаем. Да подожди, Игорь. Говорите, Володя. Для того, чтобы научиться чувствовать музыку полноценно, нужно научиться чувствовать нюансы. А они слышны только, когда играешь и поешь тихо. Научись играть тихо, потом громко ты всегда сможешь. А можно мы попробуем? Маш, а что ты спрашиваешь-то? Это же твоя квартира. Делай вообще все, что хочешь. Не надо спрашивать разрешение. Всегда говорила, что надо было у меня репетировать. У тебя родители. Ничего потерпит. Подождите, а я думал, вы вместе. А вам какое дело? Нет-нет, я так к слову. Так вот, просто как мне кажется, к песне нужно подходить как к девушке. Тихо и нежно. Но ты же не орешь на первом свидании, правда? По-разному бывает, наверное. Маш, давайте в терцию. Истекает стекла осень, Пьет по фонарям. Нас не спросит эта осень, Где мы, ты и я? Ветер свищет, Сердце ищет Родственной души. Обесточен, обезличен я. Спеши. Уапам, пиром, па. Спеши. Видишь? Я все вижу. Да, уже поздно. Ладно, я пойду. Извините. Вы заходите еще, Володя? Да ничего, он придет, придет. Я его провожу. Да. Да, пойдем. До свидания, Маша. До свидания. До свидания. Ты вот чего, а я врубился, что ты сюда все время ходишь? На Машку запал, да? Такой-то я тебе скажу, чтобы духу твоего здесь больше не было, понял? Это моя девушка, и не лезь. И мне пофигу, полицейский ты или не полицейский. Ты без формы, не на задание. Я тебя рыл иначе ищу так, что ты больше удошляться не будешь. Нет, понял? Отди подальше, не груби меня. Ты меня не услышал, что ли? Я сказал, не груби, отойди подальше. Ты что? Ты что, а? Что вы делаете? Что ты сказал, не груби? Не поможет. Мужики, спокойно. Я сам из полиции просто удостоверение в отделе забыл. Мужики, спокойно. Разберемся. Тихо, тихо. Да они ни в чем не виноваты. Андрей, снова звонила Галина Михайловна. Соседи грохочут, музыка орет, песни распевает. Ты вообще кого-нибудь туда отправил? Отправил, Олечка, отправил. Андрей, я продолжу. Звонила снова Галина Михайловна. Там не только музыка, но и драка теперь под окнами. Ты понимаешь, что там хулиганье поселилось? Она вызвала полицию, быстро приехали, всех увезли. Разберись уже, в конце концов, с этим. Ты начальник или кто? Ну хорошо, Олечка, сейчас позвоню. Мам, ну подумаешь, грохочет, люди, может, музыку слушают. Кто же виноват, что стены дома такие, что все слышно? Да, а я все время в наушниках сижу. А это, между прочим, вредно. Потому что вы мне тоже запрещаете дома громко музыку включать. Ешьте и идите спать музыку с утра до ночи. Уроки сделали? Сделали. Слушай, ну чертки что. Я же отправил туда Кузьмина, а он сейчас трубку не берет. Сейчас, Олечка, я еще раз позвоню. Старлей! Ну дай хоть телефон позвонить. Пап, мам, как вы не понимаете, играть музыку дома – это нормально. Если люди хотят играть, где им репетировать? Знаете, сколько аренда зала стоит? Откуда такие деньги брать? Учиться надо, а не на гитарах своих брынкать. Тоже мне музыка. Орут, кричат, ни мелодии, ни тональности, ничего не разберет. Это-то очень зря. Между прочим, есть очень много хороших, талантливых, молодых исполнителей. Слышал я этих молодых исполнителей. Мелодию нормально спеть не могут. То ли раньше были исполнители, песни были. По небу, по-синему. Мама, мы в комнате поедем? Тучики плывут. А где мои сто грамм? Да подожди ты. Где ж мои красавицы? Где мои красавицы? Домушки живут. Андрей Телефон. Где мои красавицы? Алло. Домушки живут. Полиция. Голованов. Да, милая. Слушай, я сегодня задержусь. Да Кузьмин он в полицию попал. Ну, Борис попросил его вытащить. Ну да, так получается. Ну, все, давай. Все, целую, пока. Истекает стекло осень, бьет по фонарям. Нас не спросит эта осень, где мы, ты и я. Ветер свищет, сердце ищет родственной души. Обесточен, обезлечен я. Спеши. Ва-пам-пи-рум-пай. 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 Спеши. Вот ты молодец, Кузьмин, а. Вот кто без документов-то ходит, а? Ну, в отделе я забыл. В стол убрал, убирался я и... Ну, это Маша ты растеряша. Вот Маша. Я, ну да, растеряша. Да вы не ругайте его, он ни в чем не виноват. Ладно, давай, бывай. До свидания. До свидания. Спасибо, Тох. Да, не заст. Вы заходите еще. Если Игорь не будет против... Нет, мы будем у меня репетировать. С родителями я договорюсь. Хватит меня ментов. Пошли. Увидимся. Да, я зайду. Хорошо. Пока. Вы задержаны по подозрению в убийстве Алексея Назарова. Я этого подонка не убивал. Ну, че? А че бежали от полиции? Ну, я подумал, что он купил этих полицейских. Ну, эти бизнесмены, они ж такие борзые. Они за каждую копейку удавятся. Говорил отцу, не бери с них деньги. Да и вообще я не знал, что это Назарова убили. Если бы знал, я бы сразу показания дал. Ну, а позавчера днем где были? Ну, где я мог быть? На тренировке. Ну, втрое до вечера. Да меня там человек тридцать видел. Ну, че, велосипедистов я молодых тренирую. Матом тренируете? Ну, иногда. Че, меня в камеру-то посадили на сутки целые? Ну, а че, Мал, зачем хамить полицейским-то по телефону? Ну, а как? Вы, значит, специалист по велосипедам и по ненормативной лексике? Ну, вроде того. Давай, специалист. Глянь-ка сюда. Вот такие вот узлы для передач у велосипеда. Кто мог сделать? Не, слушай, это редкая штука. Пару мастеров знаю в городе, да. Редкая вообще. Убит бизнесмен Алексей Назаров. На велосипеде, который использовал убийца, обнаруживается единственный отпечаток. Но его нет в базах полиции. Один из подозреваемых, Максим Родин, на допросе показывает, что некоторые детали велосипеда очень редкие. Великолепная пятерка начинает поиск изготовителей редких узлов велосипеда, чтобы через них выйти на убийцу. Ну что, Каруза, концерт, значит, прямо в обезьяннике. Ну да. Ай, молодца. Ну, хватит, ребят. Кузьмин! Два раза. Два раза Володя просил тебя утихомерить этих певцов. А вместо этого ты с ними, понимаешь, в отделении полиции квартетом пел? Настроя было. Кузьмин! Володь, ты лучше про иголку свою расскажи. Про какую иголку? Ну, как какую? Стоги Сеяна Борисовича. Андрей Борисович, значит, я проверил велосипедных мастеров, которых нам дал Макс Родин. Ну и вообще обзвонил в веломастерские, веломагазины. Так вот, что выяснил. Значит, две недели назад именно такое навесное оборудование, как на нашем велосипеде, покупал знаете кто? Ну, а кто? Кто? Вот деньги не тяни, ну! Сергей Плотников, сосед этих Назаровых! А я же с ним общался. Ну да, спортивный такой парень. А что думать-то? Да, его задерживать и плотно с Плотниковым поговорить. А? Давай, Антоша, задерживай, а здесь с ним поговорим. Плотно и аккуратно. Молодец, певец. Езжете! Сергей Плотников, физкульт-привельт. Ну. Ну, проедем с нами. Есть пару вопросов. Ну, раз так, значит, пошли. Только бегать не надо. Я не смирялся. Сюда. Ну, как прошло задержание? А что? Задержание, как такого у меня было. Мы просто попросили его вежливо. Да, всю дорогу молчал. Поздравляю нас! Спасибо. С чем? Заключение экспертизы. Читать. И? А, вслух? Ну, хотелось бы. Отпечаток на нашем велосипеде принадлежит Сергею Плотникову. Ну, вот же. На велосипеде ваши отпечатки. Это установлено. Ну, как вы это можете объяснить-то, а? Ну? Молчите. Ну, тогда я объясню. Вы устанавливали эксклюзивные детали на старую раму. Новый велосипед покупать не стали? Боялись, что продавец вас ненароком опознает. Страховались, то есть? Да, я убил этого мерзавца. Кто-то свои вещи забирает. К маме собрала. Открывай, придурок! Не надо меня трогать, Лёш, я больше так не могу. Лёша, полицию вызову! Лёша, правило, следите. Нашла в дом! Еще раз здесь появишься, прибью. Не я, так мои ребята за тобой придут. Понял меня? Чего ты ревешь? Он ее бил, измывался. Много лет. Считал, что взял ее нищей и дал ей все. Матери домик купил. Она как раба у него была. А я? А я любил ее. И люблю. Ну, а так-то Лида догадывалась, что вы убили ее мужа. Не трогайте Лиду! Она тут ни при чем. Ну, как сказать, как сказать. Она всячески пыталась отвести от вас подозрения. Вы этого не докажете. Ну, тут я боюсь, вы правы. Так. Много мне дадут? Как суд решит. Как суд решит. А знаете, что еще? Что? Лида меня дождется. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валя, Валя, у нас сейчас на штрафтуру. Бегите, я их задержу. Товарищ старший лейтенант. А документы? Конечно. Я сам из полиции. Черт. Я опять в отделе забыл. Ну что ж, придется пройти с нами. Да мужики. А техника? Разберемся. Давай, давай. Подождите. Ну, слушайте. Да перестаньте. Давай, давай. Все, без разговоров. Видишь кометы сгорающих звезд? Знай, это я загадал сто желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев надежд обещаний. Я головою твоих милых ног. Губы мои тронешь нежно руками. Пусть улыбнется сияющий Бог. Пролетая над нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова